Десять лет назад Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России. В этот же день Путин подписал законы об аннексии Крыма России. Украина в этот же день подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. То есть фактически в один день, десять лет назад, произошло окончательное юридическое оформление противоположных векторов движения России и Украины. Украина в сторону интеграции в евроатлантическую цивилизацию, а Россия в сторону выхода из пространства международного права и, соответственно, выхода из Европы. Можно считать, что в этот день стали меняться границы Европы. Границы Европы теперь проходят не по Уралу, а они совпадают с восточными границами Украины. Ну, так бывает. Европа – это такой своеобразный старый свет, что называется. Его границы менялись постоянно, поскольку естественных каких-то границ нет. Границы Европы носят всегда исторический характер. И вот сейчас они явно сдвинулись, очень сильно сдвинулись на Запад. То есть Европа уменьшилась в этот момент очень существенно. Вот. Ну вот от этого исторического события, очень важного, во многом трагического, но с другой стороны, в общем-то, возникла определенность, по крайней мере, после этого. Перейдем к сегодняшним событиям. Начну с плохой новости. Сегодня ночью под утро оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Есть пострадавшие, насколько я знаю, я сейчас не хочу забегать вперед, потому что уточняется, но, насколько я понимаю, погибших нет. Но удары были нанесены очень массированные, было сбито более 30 ракет баллистических. Ну, в общем, короче говоря, удары очень сильные были. Причем характерно, что целью были только жилые кварталы. Цель – люди, их дома. Никакой военной необходимости, никаких военных целей здесь в данном случае поражено не было. Киевляне были вынуждены ночью укрываться в метро. Ну, вот такая вот новость. Плохая, неприятная. Ну, собственно говоря, каждый день такие новости. То Одесса, постоянно Харьков, но вот сейчас Киев. Причем здесь очень интересное наблюдение. Над имперскими мозгами. Они устроены изумительным совершенно образом. Вот когда обстреливают Киев, до этого было 22 человека погибли от обстрелов в Одессе. Огромное количество погибших за все это время в Харькове. Но вот на этом, на всем какое-то слепое пятно. Это все воспринимается как должное, нормальное. Ну, как, это же мы бомбим. Это же все нацисты, в том числе и дети, которые погибают. А вот стоило войне буквально краешком чуть-чуть зайти, вернуться на родину, в Белгород. И тут же реакция совершенно другая. Явно не нравится людям. Очень не понравилось то, что происходит в Белгородской области. Сегодня мы чуть-чуть подробно об этом поговорим. Но сейчас я просто хочу показать реакцию, значит, которая была на программе Скобеевой, когда возмущались, значит, было откровенное возмущение и недоумение у обитателей российского телевизора. Давайте посмотрим этот сюжет маленький. Которые сегодня, которых вывозят из-под огня, эти там пять или там даже уже девять тысяч называются цифры, молодых, маленьких детей, они выучатся, вырастут и спросят с тех, кто приходил к их домам, которые обстреливали их родных, которые пытались запугать. И это сейчас уже не просто фигура речи. Мы сейчас прекрасно видим, что об этом прямо уже говорит украинский режим. Он говорит, мы хотим принести войну на вашу территорию, и это наша задача. Если до этого они как-то прикрывались, там что-то рассказывали, что это какие-то там РДК вымышленные, сейчас это уже абсолютно явно. И действительно, вот эти выросшие дети, они по гамбургскому счету спросят. Ну, насчет вымышленного РДК, я искренне надеюсь, вот сейчас просто большое желание возникло, чтобы этот персонаж и все остальные обитатели студий российского телевидения познакомились с представителями РДК. Вот я просто хочу персонально попросить, в ближайшее время у нас будет, на нашем канале будут представители и русского добровольческого корпуса, и легиона свободной России, и сибирского батальона, и вот ищкирийских добровольческих объединений. Я попрошу каждого из них все-таки запомнить этих людей, покажу им картинки, чтобы они при встрече объяснили им, кто такие РДК, кто такие другие добровольческие подразделения. А то как-то человек считает их мифами, ну вот надо их познакомить. Теперь, значит, что касается главного, это то, что вот действительно, как-то считается, почему-то эти люди считают, что война должна вестись только на территорию Украины. А как только возникает перенос войны на территорию России, то есть туда война начинает возвращаться домой, сразу же возникает какая-то странная реакция. А нас-то за что? Вот. Теперь о главном процессе, который происходит сейчас в России. У обитателей кремлевских бункеров после спецоперации пятого срока возникла такая какая-то странная эйфория, причем любопытно, что ведь они же все знают, что нарисовано, они же сами рисовали, они же сами организовывали весь этот цирк. И они прекрасно знают, что сколько вброшено, и в то же время восхищаются, глядя вот на эти цифры, 87 процентов, ими же нарисованные, они впадают в какую-то эйфорию. И у них вот какое-то очень мечтательное настроение, в частности, вот Шойгу, который, значит, после проведения этой спецоперации пятый срок, он впал явно в какое-то состояние грязерское, то есть он начал мечтать о том, как, так сказать, армия будет увеличиваться, начал рассказывать о том, что, значит, сколько там будет, ну, впрочем, давайте дадим ему слово, пусть он сам расскажет о том, о чем он мечтает. В решении Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей. Сформированный армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров-флотилий. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии, и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Продолжен совершенствование боевого численного состава российской армии с размерно возникшим угрозам военной безопасности страны. Особенно, конечно, здорово звучит Днепровская речная флотилия. Это, видимо, взамен Черноморского флота, который куда-то делся, непонятно куда, за последнее время. А что касается численности, я здесь немножко посмотрел, что нарисовал в своих этих мечтах Шойгу. Это получается совершенно какая-то фантастическая численность. Там две общевойсковые армии, три десятка соединений, там куча каких-то еще названий. В общем, короче, это получается, ну, по сути дела, значит, он собирается еще нарастить там еще один миллион. Вот. Я так понимаю, что, так сказать, мобилизацию все-таки Путин, сплошную мобилизацию Путин не собирается проводить, но, видимо, так сказать, как-то, я не знаю, зэков вроде столько нет, но, в общем, короче говоря, на что рассчитывает Шойгу, где он собирается брать людей, где он собирается брать обмундирование, где он их собирается обучать, неизвестно. Ну, вот такие вот такие вот мечты. Значит, что касается исторического вызова, на который собирается отвечать Шойгу, то речь, конечно, ни о каких не НАТО, это сказки, которые рассказывал Нарышкин по поводу того, что, значит, там французские легионы уже собираются маршировать по украинской земле, ничего этого, конечно, нет, а речь идет об очень простой вещи, о наших соотечественниках, о гражданах России, которые уже эти четыре прочно добровольческих отрядов, русский добровольческий корпус, легион свобода России, сибиряки и ячкирийцы, которые прочно обосновались уже в Белгородской области и, в общем, кошмарят, так сказать, губернатора и, так сказать, вот этих вот, значит, вооруженные силы России, которые ничего явно не могут с ними сделать. Кроме всего прочего, идут постоянные обстрелы Белгородской области и, действительно, призывы российских добровольцев эвакуировать население частично были уже услышаны, и, по крайней мере, детей начали эвакуировать из территории области. Значит, что с этим делать, как на это отвечать, вот, было очень забавное эйфорическое совещание Путина 18 марта, сразу после, на следующий день, после завершения спецоперации «Пятый срок», Путин встречался со своими доверенными лицами, и там было несколько человек, эти, так сказать, во-первых, военкоры, они все, конечно, легендарные, вот, и Путин рассказывал, что он собирается делать, отвечая на вопрос, что он собирается делать в плане противодействия вот этим вот, тому, что война начинает приходить уже на территорию России, возвращается домой. Он заявил следующее, что, я процитирую, сейчас у меня шпаргалка где-то была, из-за происходящих сегодня трагических событий, трагические события это обстрелы Белгородской области, не надо путать, вот, обстрелы, убийства 22 мирных жителей Одессы, это не трагические события, убийства огромного количества харьковчан, мирных жителей, тоже, это не трагические события, вот сегодня подутренний ночной удар по Киеву это не трагические события, а вот удары по Белгороду это трагические события, так вот, значит, из-за происходящих сегодня трагических событий Россия может создать на границе с Украиной санитарную зону, тогда, когда посчитаем целесообразным, ну, тут, что, что нам можно сказать, дело в том, что еще летом Путин говорил о необходимости создать санитарную зону, ну, не знаю, то ли санитаров не хватает, то ли еще какие-то проблемы, но вот эта проблема никак не решается, о чем вообще идет речь, значит, эта тема очень обширно обсуждалась 18 марта на встрече с, значит, с доверенными лицами, о чем идет речь, ну, давайте некоторые точки над и расставим, Белгород это полмиллиона, он находится примерно 30-35, ну, если считать от центра, то 35, если считать окраины, на 30 километров от границы, примерно такое же, ну, плюс-минус, примерно на таком же расстоянии от линии фронта находится и Харьков, причем Харьков, конечно, ну, на порядок сильнее пострадал от ракетных ударов, чем Белгород, там просто счет погибших идет на сотни, разрушены просто целые жилые кварталы, то есть Харьков, наверное, все-таки сейчас самый пострадавший город из крупных городов, которые находятся под контролем законной украинской власти. Так вот, значит, что происходит? Во-первых, из чего происходят обстрелы Белгорода? это, по крайней мере, то количество доказанных обломков этих ракет, это явно ракетная установка залпового огня чешского производства, которое называется «Вампир». Она стоит на построении, ну, это примерно то же самое, что на Град, но только на Татре, на чешском грузовике Татра, что позволяет этой установке, во-первых, иметь очень высокую проходимость, во-вторых, маневренность, то есть, это установка, с которой очень трудно бороться, потому что она передвигается, потому что она стреляет и уходит, потом стреляет с нового места, то есть, короче говоря, артиллерийская дуэль с этой установкой довольно сложна, поэтому они очень эффективны. значит, ну, вот, собственно говоря, это, что касается характера обстрелов, теперь, что касается вот этой вот знаменитой санитарной зоны, значит, мечтательное настроение, которое охватило путинскую обслугу после вот этого спецмероприятия, оно коснулось вот этого совещания 18 марта, и там, ну, начали нести полную ахинею, сейчас опять я загляну в свою шпаргалку, что там они говорили, значит, так, ну, я, честно говоря, не хочу цитировать каждого из этих вот мечтателей, но в целом там, ну, вот Гагин, например, это советник значит, этой самой бандформирования, бывший бандформирования ДНР, а сейчас это уже Донецкая Народная Республика, так называемая, значит, так вот, этот вот Гагин заявил о том, что глубина санитарной зоны должна быть 250 километров, еще в большей эйфории находился значит, депутат Виктор Водолазский, он размечтался, что эта санитарная зона должна быть 400 километров, причем туда должны войти, то есть санитарная зона имеется в виду это то, что должны оккупировать дополнительно для того, чтобы отодвинуть линию соприкосновения, линию фронта от Белгорода, и вот значит, депутат Водолазский считает, что эта санитарная зона должна включать Харьков, Днепропетровск, Одессу, Николаев и масса других городов. Я вообще не понимаю, почему не до Атлантического океана, ведь если до Атлантического океана, то это будет санитарная зона совсем безопасная. Я думаю, что там просто не было в этот момент Соловьева. Он бы сразу сказал, что он считает, что до Ла-Манша надо создать санитарную зону. Вот. Бред, конечно, полнейший, причем, что характерно, то же самое примерно про санитарную зону Путин говорил прошлым летом. Я уже говорил об этом. Значит, вот у меня где-то была даже цитата записана его «Июнь 2023 года мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос, я это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». Ну, замечательное высказывание, как бы понятно, что с точки зрения Путина, да, действительно, надо было бы создать такую санитарную зону. Весь вопрос заключается в том, как это сделать, есть ли ресурсы, то есть, по сути дела, значит, разговор об этой санитарной зоне фактически ничем не отличается от идеи захватить новые территории. То есть, по сути дела, это вот просто другое название, другая цель. Значит, если посмотреть на то, каким образом продвигаются российские войска, когда они на несколько метров продвигаются в сутки ценой огромных потерь, и главным событием за последний год стало взятие Авдеевки, вернее, ее развалин крошечный украинский городок, то, конечно, идея захватить для того, чтобы не доставали до Белгорода, захватить Харьков, Одессу, Николаев, и, ну, я не понимаю, а что не Киев, что не Львов тогда? Это же еще более санитарная зона. В общем, короче говоря, мечтательные настроения охватили вот этих всех людей после того, как они успешно выиграли напряженную битву с российским населением. Вот успешное завершение спецоперации «Пятый срок», видимо, все-таки произвело какие-то серьезные сдвиги в их мозгах, потому что они решили, что это же подавалось как грандиозная победа, победа над кем? Подбеда над российским населением. Ну, невелика честь победить людей, которых на протяжении, во-первых, отлучили от всякого участия в политике, а во-вторых, так сказать, ну, просто нарисовали. То есть, по сути дела, это победа над бумагой. так что, ну, вызвало, видите, какие реакции. То есть, люди начали активно грезить, находиться в тумане своих розовых мечтаний. Что будет на самом деле? Я, по сравнению со вчерашним днем, я еще раз хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения, вот все больше и больше вырисовывается огромная, просто огромная значимость вот этих вот несуществующих, по мнению обитателей российского телевизора, мифических, по их мнению, а на самом деле очень даже реальных вооруженных российских добровольческих отрядов. Вот их больше, чем четыре, четыре это только те, которые сейчас объединились и которые находятся на территории Белгородской, иногда заходят в Курскую область, но в целом их намного больше и я думаю, что концентрация политической воли по созданию на базе вот этих вот, или не на базе, неважно, создание там большой армии, то есть это может быть там, как назвать, уже неважно, это российская добровольческая армия, это освободительная армия, можно просто напрямую взять название той армии, которые, ну там аналогии, конечно, очень неточные, но тем не менее, русская или российская освободительная армия вполне себе нормальное название, ну может быть для того, чтобы не создавать каких-то аналогий с армией Власова, стоит иначе назвать, но в любом случае, мне кажется, дело не в названии, название придумается, а вот политическая, концентрация политической воли, а это очень тяжелая работа, здесь очень важно, и надо это всячески продвигать, чем я, собственно, и собираюсь заниматься, помимо вот того, что мы будем вместе с вами думать над тем, что происходит в России, в мире и в наших душах. Сегодня у нас вечером, прежде чем перейти к ответам на ваши вопросы, я хочу сказать, что сегодня в 22.30 по киевскому времени у нас в гостях на нашем канале будет Геннадий Гудков, я думаю, что с ним интересно будет поговорить, потому что он много занимается общением с европейскими лидерами, с европейскими политиками, и хотелось бы поделиться тоже с ним, обменяться мнениями и что называется сверить часов. Итак, в 22.30 Геннадий Гудков. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Я тут задолжал вчера, не все вопросы, не на все вопросы ответил, и сегодня я сразу могу сказать, что я просто не успею физически до включения в украинский канал, не успею явно ответить на все вопросы, но постараюсь все долги отдать. Леонид. Как всегда хочется так, спасибо за добрые слова, но как всегда но, вот с но я и начну. Вы всегда утверждаете, утверждали, что вы человек, не верующий агностик. Тем не менее, ваша вера в русский народ, по-моему, сродни религиозной вере. Вы так свято верите в русский народ. На чем основывается ваша вера? На том, что в 90-х этот народ выходил на улицу, да ведь он выходил только тогда, когда это было разрешено. Отрицая наличие определенных народов ярко выраженных качеств, вы тем самым отрицаете генетику, селекцию. Все собаки произошли от волка, была селекция. И теперь утверждать, что французский бульдог, баллонка и русская сторожевая одинаковы по своим способностям и характеристикам, по-моему, не совсем правильно. А в России проводилась селекция на протяжении 100 лет. Это если считать только после революционного периода. За это время Мичурин выводил десятки новых видов и сортов, которые коренным образом отличались от своих прародителей. По-моему, либо нужно признавать науку, либо видеть в божественное провидение. Агностику, по-моему, ближе науке. Еще раз спасибо. Так, уважаемый Леонид, ну, смотрите, скажите, пожалуйста, вы себя кем считаете, баллонкой или волкодавом? Ну, просто к вам вопрос. Вы же пишете на русском языке, вы явно часть, вот, понимаете, тут вот какая, тут несколько вопросов, хорошее, спасибо за хорошую подачу, я постараюсь ее, что называется, не отбить, а принять. Итак, первое, вот, те люди, которые на русском языке пишут вот такие вещи, они считают себя частью этого, этой селекции, ведь селекция производилась не только над русским народом, да, а что, а что со всеми остальными народами, а что с украинским народом, который все это время был в составе Советского Союза и подвергся тоже очень серьезной селекции, ведь селекция была тоже очень серьезной, и сталинские репрессии, и, так сказать, часть украинского народа, это были вертухаи, часть украинского народа, это были, это были, так сказать, те самые люди, которые в том числе и устраивали голодомор, откуда это все взялось? Это все была та же самая часть украинского народа, которая подверглась селекции, И часть грузинского народа тоже подвергалась селекции. Репрессии были везде, селекция проходила везде. Но что касается русского народа тоже. Когда это пишут люди, говорящие на русском языке, явно находящиеся в этом поле русской, российской культуры, имеется в виду языковой культуры, исторического происхождения, то возникает вопрос. Вы кем себя считаете? Болонкой или русской сторожевой? Конкретный вопрос. Теперь уже от патетики к конкретике. Вот эти генетические аналогии, генетический экскурс в генетику, с моей точки зрения, это просто нормальный расизм. Понимаете? Потому что, ну, к сожалению, это так. Потому что нет наследуемых качеств генов рабства, генов каких-то каких-то вот таких качеств, гентрусости. Этого ничего нет. Это абсолютно социокультурное проявление. Понимаете, вот рабы восставали и смело воевали. И смело сражались. Восстание Спартака. Да, это рабы же. Если бы был ген рабства, то рабы должны были бы постоянно находиться в состоянии рабства. А это не так. То есть, ну, как раз наука-то опровергает ваш подход, уважаемый Леонид. Вот. Теперь, что касается русского народа. Я абсолютно убежден в том, что нет ничего предопределенного. Вот ничего предопределенного нет. Значит, берете, ну, есть огромное количество доказательств. Прямых доказательств того, что нет никакого предопределения. Вот тот же самый корейский народ. Оказался, одна часть корейского народа оказалась в Северной Корее. И проявления одни. Другая часть корейского народа оказалась, то есть, та часть корейского народа, которая была под, так сказать, под влиянием России и Китая, Советского Союза, не Китая, прежде всего, то получилась Северная Корея. Это вот один народ, совершенно очевидно отличающийся по своим социокультурным проявлениям, по своим установкам, поведенческим, ценностным характеристикам. От другой части, того же самого народа, который оказался под влиянием Соединенных Штатов Америки. Вот и все. Вот вам и доказательства. Никакой генетики в данном случае не пахнет. Поэтому это все нацистская чушь. Не надо этим заниматься. Значит, то, что я не... Вот разговоры о том, что я верю в русский народ, они не ко мне. Я ни во что не верю. Я просто считаю, что история – это открытый проект. Понимаете? Нет никакой... Вот, знаете, нет... Вот в таких случаях очень хороший образ – это демон Лапласа. Вера в то, что существует какое-то существо, которое, значит, если оно будет располагать, значит, всеми данными о начальной состоянии системы, то оно может предсказать все на будущее с точностью до микрона. Нет этого. Мы живем в вероятностном мире. Есть свобода воли. Есть... Многое зависит от нас. Будущее зависит от нас. Мы его строим. Вот и все. Более того, я много раз говорил о том, что я не верю, я считаю, крайне маловероятным, например, создание прекрасной России будущего. Ты еще раз об этом говорил. Еще когда был жив Навальный. Но Навальный своей страстью, своим обаянием, своим огромным политическим талантом, он вдувал жизнь в этот, с моей точки зрения, мертвый проект. И при Навальном этот проект был жизнеспособным. С его смертью, я считаю, что вообще никаких уже шансов на реализацию этого проекта нет. И я думаю, что Россия не будет прекрасной, если она останется в этих границах. И от этого будет зависеть состояние, в том числе, русского народа. Вот если ситуация изменится, то я думаю, что люди, которые оказываются в том же состоянии, но только в другой ситуации, они поведут себя иначе. А доказательством того, что нет никакого гена рабства или нет никаких баллонок и московских сторожевых, доказательством этого является разное поведение тех же самых россиян, которые оказываются, скажем, за границей. Кто-то сохраняет имперские черты, черты хому советикуса или даже хому путиникуса за границей. А кто-то встраивается нормально, начинает работать. Посмотрите на то, сколько россиян, сколько русских прекрасно встроились в Кремниевую долину. И какое количество людей там просто успешно вполне работают и становятся нормальной частью американского общества, немецкого общества. Я вот в Южной Корее был два раза, и каждый раз мне доставляло огромное удовольствие посещать автомобильные заводы, когда просто громадное количество россиян там принимает активное участие в создании вот этого южнокорейского экономического чуда. То есть те же самые люди, которые в России ничего не могут сделать, они, находясь в других странах, прекрасно раскрываются. Так что вот к баллонкам это не ко мне. По поводу баллонок и московских сторожевых, я как человек очень увлекающийся зоологией, и могу вам сказать, что вот здесь аналогии совершенно неуместны. Со всем уважением к вам, дорогой Леонид. Теперь, так, дальше. Что же у меня с компом? Так, большой вопрос от адвоката. Первые 15 лет своей жизни я прожил в СССР. Я даже не помню, какой язык выучил первым. Родной латышский или русский? Русский язык пришел сам с собой, потому что меня вынудила русская наглость в отношении к латышскому языку. Как говорят сами русские, языку... Когда озверство в Буче стало известно, я сразу вспомнил, что рассказывали мне мои бабушка и дедушка. Они рассказывали ровно то же самое, что 80 лет назад. Во время Второй мировой войны русские относились к латышам, латышкам так же, как сейчас русские относятся к украинкам и украинцам. По сути, за 80-е годы ничего не изменилось. Если Гитлер 17 лет дурачил немцев, которые опомнились через 30 лет, то русский народ дурачится около 100 лет. Это означает, что для восстановления русского народа, значит, после начала катастрофы потребуется примерно 175 лет, то есть 7 поколений. Поэтому я, как латыш, считаю, что русский народ безнадежен в следующем столетии, и мы должны построить против него сильную армию, большой забор с обширными минными полями. Может быть, я слишком скептически настроен? Что вы думаете о времени, которое понадобится российскому народу на восстановление? Уважаемые коллеги, я понимаю истоки вашего отношения, но я не уверен в правильности вот такого арифметического подсчета. Значит, Гитлер 17 лет, значит, в Советском Союзе, в России 100 лет. Значит, это опять-таки вот какой-то подход, предусматривающий существование какого-то демона Лапласа. Что вот зная начальное состояние, можно вот арифметически, математически вычислить, из этого вывести количество лет, которое необходимо было для того, чтобы изжить себе имперство. Я хочу усугубить ваш прогноз и сказать, что все же зависит от того, а что станет импульсом к восстановлению. В случае с гитлеровской Германией импульсом стала военная капитуляция, военное поражение, полное, тотальное военное поражение и оккупация. Вот немцы вернулись, скажем так, в человеческий облик, благодаря тому, что они были разгромлены, капитулировали, подверглись полной оккупации. И вот излечением немцев от вот этой вот имперской фашистской заразы было, что называется, при полной фиксации. То есть, что называется, их обездвижили и проводили деносификацию над народом, который находился под оккупацией. Это надо просто зафиксировать. Вы хорошо представляете себе условия вот подобного рода сценария по отношению к России? Я нет. И никто на самом деле на Западе и в Украине так не думает, что Россия будет оккупирована, что Россия будет подписан договор о полной и окончательной капитуляции. Ну, насчет капитуляции, может быть, какие-то мечты кто-то испытывает, но я думаю, что этого не будет. И, так сказать, ну, а уж оккупации точно не будет. Представить себе, что нужно... Ну, в общем, короче говоря, это так. Это уже, значит, я только что говорил в основной части нашего стрима о мечтаниях, значит, бункерных сидельцев. Ну, вот предаваться таким же симметричным мечтаниям, мне кажется, неправильно. Поэтому я полагаю, что все зависит от сценария. Я еще раз говорю, я думаю, что поражение России может, один из возможных вариантов, может вызвать развал. И вот тогда это будет уже совсем другая история. Тогда я думаю, что имперский синдром, который сидит сегодня, который является корнем всех проблем, вот именно главный корень всех проблем – это имперский синдром. Это постоянно отсюда идет вот это вот стремление, так сказать, этот взгляд сверху вниз. Вот то, о чем вы говорите, как вы сказали, русская наглость, да? Принимаю ваш термин, русская наглость по отношению к языку, по отношению к людям и так далее. То есть имперство не является единственным пороком, но является базовым. На нем все остальное. И поэтому имперство вытекает из того, что Россия вот так устроена. Из размеров России, из того, что Россия внутри себя является империей, которая держится за счет силы, исключительно скрепляется силовыми скрепами. И наружу это стремление к расширению. И жить это можно только в результате, вот у меня других вариантов нет, только в результате распада России. Вот если это начинает происходить, то тогда, понимаете, тогда вам не надо будет строить большую армию и большой минные поля против кого? Против Дальневосточной республики? Против отдельно существующего Татарстана? Против отделившегося Северного Кавказа? Или вы думаете, что Сибирская республика нападет на Латвию? Нет, не нападет. Поэтому, конечно, учить уроки истории надо. И, конечно, армия европейская нужна. Вы здесь абсолютно правы. Но острота проблем будет снята. Вот. И поэтому я думаю, что... Да, безусловно, все равно изживать имперский синдром придется. Даже у людей, населяющих обломки Российской империи, все равно придется. Но это уже потребуются совсем другие сроки. Во всяком случае, это уже не тот арифметический подход, который вы используете. Людмила, согласны ли вы с тем, что необходимо использовать более агрессивную пропаганду, направленную на воюющих, российских мобилизованных, с тем, чтобы они переходили целыми подразделениями на сторону российских освободительных подразделений, воюющих против Путина? Ну, конечно, согласен, уважаемая Людмила. Весь вопрос... Тут, понимаете, вопрос не в том, чтобы мы с вами согласились. Конечно, я с вами согласен. Вопрос в технике этого дела. Каким образом? Понимаете, обычно в таких случаях начинают вспоминаться действия большевиков и эсеров, которые раздавали листовки в окопах российским бойцам в Первую мировую войну. То есть, техника этого дела. Сегодня листовки, наверное, тоже можно использовать, но, во всяком случае, именно техника этого дела, мне кажется, самая главная. То есть, я пока не вижу какого-то проекта большого, который был бы направлен на это. Я вижу со стороны украинского и главного управления разведки Украины, я вижу определенные действия в этом направлении, но я не очень понимаю, как, скажем, мы можем в это встроиться. Пока непонятно. Это надо думать. Вопрос хороший, правильный, просто здесь моего согласия явно недостаточно. Здесь необходим какой-то проект, в который мы можем встроиться. Так, пан Степан, два вопроса. Думаете ли вы, что основные боевые действия происходят сейчас, извините, не в Авдеевке или где-то еще, а в Белгороде? И думаете ли вы, что это может иметь какие-то далеко идущие последствия? Извини. Я боюсь, что тут будет то же самое, если не хуже. Население будет терпеть, подгладиться под любые неудобства, еще к тому же станет сильнее ненавидеть украинцев. Ну а Москва, в которой решаются судьбы России, и вовсе плевать хотела на проблемы какого-то Белгорода. Или все же может быть какой-то положительный результат этих действий РДК. Уважаемый пан Степан, первое. Понимаете, союзникам, которые бомбили Дрезден, было совершенно плевать на мнение немцев. Это была военная операция, которая была именно военная операция, суть которой заключалась в том, чтобы разрушить социальную инфраструктуру Германии, чтобы создать проблемы врагу. То есть, уничтожение инфраструктуры врага, для того, чтобы враг занимался не войной, а восстановлением. То есть, нанести максимальный ущерб врагу. Вот суть. А на мнение немцев, союзникам было совершенно наплевать. И никто не рассчитывал. Я не могу сказать, что я как профессиональный историк изучал состояние намерения, планы союзников во время Второй мировой войны, но мне неизвестно, сколько-нибудь серьезные планы союзников на то, чтобы они исходили из того, чтобы создать какую-то основу для восстания немцев внутри рейха. Нет. Они просто уничтожали. Была поставлена задача уничтожить фашистский рейх. Его уничтожали. Вместе с теми людьми, которые находились внутри этого рейха. Да. Это была вот такая задача. Поэтому, если говорить о действиях РДК, Легиона Свободной России, там, сибиряков и ичкирийцев, то здесь несколько иная задача. Потому что сегодня антипутинская коалиция не ставит задачи, вот здесь разница, не ставится задачи уничтожения, уничтожения, так сказать, России вместе со всеми обитателями. Поэтому, значит, целью, целью, которую преследуют РДК и другие объединения, это цель, прежде всего, уничтожения российских вооруженных сил. Максимальный ущерб российским вооруженным силам. И первое, что я могу сказать, что эффективность этих действий заключается в том, что уже сейчас российское оккупационное, командование российской оккупационной армии вынуждено снимать какие-то подразделения с фронта. То есть, это очень хорошая, с моей точки зрения, очень хорошая тактика, это фактически создание там второго фронта, ну, такого специфического, маленького второго фронта, на который вынуждены российские оккупанты вынуждены отвлекать силы. Почему нет? Это хорошая история. Что же касается пропагандистской стороны дела, то целевая аудитория, если у этих акций есть, безусловно, пропагандистская составляющая, то целевая аудитория здесь, это не столько жители Белгородской области, сколько те люди, которые, в принципе, изначально являются противниками Путина, это попытка заявить, что мы есть, что существуют вот эти вот вооруженные подразделения, которые воюют с Путиным. И целью является, во-первых, доказать свою значимость и необходимость, чтобы их поддерживали со стороны российской оппозиции, со стороны украинского руководства политического и военного и со стороны Запада. То есть, вот концентрация трех политических воль, о которых я говорил, российская оппозиция, политическая воля украинского военного политического руководства и западных политиков. Вот концентрация этих трех воль, она в конечном итоге может при очень серьезной работе привести к тому, что будет создана серьезная российская в водительной армии. Вот на это нацелено это все. Что касается того, что значит жители Белгородской области будут плохо относиться к тем, кто их обстреливает, ну конечно будут плохо относиться. Но извините, вот в данном случае ничего другого нельзя сказать, что вынуждены плевать на мнение жителей Белгородской области. К сожалению. Понимаете, вот в отличие скажем от Максима Каца, который считает, что в результате ему надо просто подождать немножко, когда путинский режим рухнет, и он может прийти и участвовать в выборах, я думаю, что вот те вооруженные подразделения, которые сейчас воюют, против российских оккупантах, они не думают о выборах. Они думают об освобождении от путинского режима. силовым путем. А что там будет, какие там будут выборы, и за кого будут голосовать жители Белгородской области, жизнь покажет. И будут ли выборы сразу после того, как путинский режим исчезнет. Ирина. Да, извините, да, еще один вопрос, который пан Степан задал, это Москва плевать хотела на проблемы какого-то Белгорода. Нет, уважаемый пан Степан, мы только что с вами убедились, я внимательно слушал и цитировал сейчас выступления Путина и других, и в общем, совсем не плевать, потому что, извините, это удар по репутации серьезным Москвы. Так-то, конечно, Путину плевать, а на Белгород, и на все остальное, но он вынужден отреагировать, это же удар по его репутации серьезный. Так, Ирина, как вы думаете, почему правители Москвы не хотят, чтобы страна была как светущий сад, и была бы примером счастливого общества, чтобы все другие страны хотели бы сами присоединяться, а не отбиваться всеми силами от России, ведь у страны есть все возможности для счастья, а что-то не выходит, к сожалению. Ну, уважаемая Ирина, я думаю, что вы сами, наверное, знаете ответ на этот вопрос. Просто вопрос в целях, ведь поскольку судьба Путина не зависит от граждан России, а это он только что показал, сфальсифицировав выборы, и создав ситуацию, когда на выборах невозможно учесть мнение населения, когда просто, так сказать, ну, что я буду повторять, то, что вы и так без меня знаете. Вот, поэтому правители России интересуются своим будущим, своим благоденствием, будущим своих детей. если они будут заботиться о, здесь же, знаете, чуть-чуть это напоминает игру с нулевой суммой. Ведь, если правитель заботится и создает демократическое общество, и создает процветающую страну, то одним из атрибутов этой процветающей страны является сменяемость власти. И поэтому позаботившись о стране, позаботившись о людях, правитель через какое-то время меняется. То есть, он создает условия для того, чтобы его сменили. Потому что ему часто приходится проводить непопулярные реформы, обижать население какими-то действиями, которые населению не нравятся. Вот и все. Для того, чтобы население процветало, для этого нужно иногда совершать какие-то болезненные процедуры. В результате политик теряет власть. То есть, чем больше он заботится, не совсем так, конечно, но есть и такая закономерность. Поэтому они думают о себе, они думают, чтобы удержать власть. А это можно сделать только идя против процветания людей. Вот и вся история. Мне кажется, довольно просто. Так мне кажется. Юлия Бондаренко. Недавно в Киеве прошел форум поддержки добровольческих российских формирований. В нем принимали участие представители российских добровольцев, российской оппозиции, Фегин, Пономарев, генерал Буданов и другие. Мне кажется, это мероприятие является шагом именно в том направлении, о котором вы говорили. Попытки договориться о совместных действиях российской оппозиции, российских добровольческих вооруженных формирований и украинской власти. Имеете ли вы какую-то информацию об этом форуме? Как можете его прокомментировать? На мой взгляд, это событие слабо освещено с учетом его возможного значения. Ну, вот с последней фразой я полностью согласен. Уважаемый Юлия, к сожалению, понимаете, вот этот полдень против Путина, он освещался всеми тусовочными СМИ. Это было громкое событие, которое бесконечно обсасывалось и до сих пор продолжает греметь, как огромный успех российской оппозиции. Вот, наряду с этим вот тот форум, о котором вы говорили, это вот это значимая вещь, в отличие от полдня против Путина, это значимая вещь, это возможность зародыш серьезного большого проекта. К огромному сожалению, я получил приглашение на этот форум, но не смог приехать, просто, ну, скажем так, не очень хорошо себя чувствовал, ну, в общем, короче, не смог приехать, неважно, жалею об этом. Но, тем не менее, я знаю, что там происходило, и я считаю, я очень высоко оцениваю этот шаг в правильном направлении. Единственное, что плохо, это то, что со стороны российской оппозиции не было несколько ключевых людей, которые, как мне кажется, могли бы, что называется, придать этому форуму высокий уровень публичности, потому что, например, присутствие Гарри Каспарова, оно бы сделало, а Каспаров, я убежден, он в этом направлении думает, то есть, он не является противником этого движения, и вот, жалко, что не было Каспарова. Может быть, если бы он был, было бы больше публичности, больше освещения. А так, в целом, я очень высоко оцениваю это мероприятие. Амандер Юразбаев, так, Александр, вы, наверное, первый, в крайнем случае, из тех, на кого я подписан, заметили то, что во времена СССР западные страны не морочили себе голову, называя всех советских граждан русскими. Я думаю, в том числе, личный опыт путешествия по Европе, хотя сам я литовец, что этот стереотип присутствует и сейчас. С другой стороны, восточные немцы никогда не считались русскими, а скорее, неправильными, или испорченными, если хотите, немцами. Не думаете ли вы, что для того, чтобы раскрыть глаза европейцам, и не только, надо оппозиционным блогерам объединяться в рамках объяснения западной аудитории, кто такие русские и кто такие другие национальности, как в рамках состава СССР, так и в рамках состава России. Может быть, звучит наивно, но не начать бы за деконструкции интервью Карлсону, факт за фактом опровергая все, что Плешивый там наговорил. А так посмеялись над бредом, и все, никто не догадывается, что именно, что смеются только те, кто знает свою историю. А на Западе много людей это воспринимают всерьез. Понимаю, что это неимоверная работа, но думаю, что это единственный шанс повернуть общественное мнение на Западе в правильное русло. Я лично предпочитал бы видеть над таким проектом совместную работу Курбановой, Набутова, Фейгина и Яковенко. Значит, извините за хаотичный предвопрос, что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, посыл, я полностью с вами согласен, действительно, на Западе все население Советского Союза называют русскими, и называли, вернее, русскими. Сегодня все население, естественно, России называют тоже русскими, вне зависимости от того, кто это, Чеченец, Бурят, или еще кто-то. Это правда. Значит, какой-то, теперь о главном, какой-то ликбез для западного, для западного человека, для населения западных стран, для политиков, прежде всего, западных стран. Ну, вот, давайте попытаемся понять, как должен выглядеть этот ликбез. это должен быть что? Отдельный канал на английском языке, образовательный, или это должны быть, понимаете, для того, чтобы это должно быть на английском языке, сразу вопрос. Ну, вот, насколько я знаю, у Фейгина сейчас, я не заглядывал в последнее время на его канал, там вроде бы есть какой-то отдельный канал на английском языке, или все это переводится. Короче говоря, это вот отдельная история. Собрать усилия, ну, вот этих четырех человек, которые мы написали, ну, мне кажется, это проблема. Понимаете, сейчас существует достаточно большое количество идей, чтобы надо всем собраться и что-то сделать. Ну, вот, понимаете, в условиях, когда у каждого есть своя жизнь, своя работа, свои, что называется, извиняюсь, изображения, творческие планы, собрать людей, под какой-то один проект довольно сложно. Вот, поэтому идея, о которой вы говорите, я думаю, что она должна присутствовать в деятельности каждого из нас. И это можно делать. Можно, например, приглашать западных журналистов и политиков и дискутировать с ними на эту тему. Вот, поэтому, да, идея, да, но вот собрать пул такой, который будет, бросив свою работу или отказавшись от 50% своих планов, будет реализовывать эту идею, я считаю, что это крайне маловероятно. Просто по объективным обстоятельствам. Есть люди, они разные, и у каждого свои жизненные планы. И поломать их не уверен, что это можно и нужно. так. К сожалению, вот много безымянных вопросов, ну, что делать? Игорь Александрович, хочется узнать ваше мнение о Власове. Он предатель или секретный посланец Сталина для возглавления многотысячных пленных советских солдат? Ну, вторая версия, честно говоря, мне не встречалось никогда, что он там секретный посланец Сталина, не знаю. Думаю, что нет, и я, честно говоря, еще раз говорю, такую версию трактовки личности Андрея Андреевича Власова встречаю впервые. Вот. Даже не понимаю, с чем связано ее возникновение. Я всегда, когда заходила речь, мне иногда изредка студенты задавали вопросы по поводу моего отношения к Власову. Вот. И у меня всегда был протест против черно-белой оценки Власова. Значит, я не уверен, что надо вот, так сказать, как российский или там советский официоз считает, что это вот предатель и все. Предатель и все. И все мазать черной краской и так далее. Но я не в восторге от, извините, от тех восхищенных комментариев, которые иногда, с которыми иногда сопровождаются. Что вот это вот борец, это вот русская освободительная армия, надо сейчас повторить подвиг Власов и так далее. Почему? Потому что Власов довольно противоречивая фигура, сам по себе Власов. И считать его предателем, ну да, он выбрал, вот, выбирая между фашизмом, между вот гитлерским рейхом и сталинской диктатурой, он считал, что надо сражаться на стороне Гитлера. Я не готов, понимаете, я не готов поддержать вот такой вот выбор и считать, что этот выбор правильный, надо на этой, на базе Власова строить сегодняшнюю там российскую освободительную армию, беря за образец Власова. Прежде всего, потому, что, понимаете, тогда получается, что, если мы берем за образец Власова, это значит, что мы нынешнюю Украину отождествляем с гитлерским рейхом, что ли? Так, что ли? Ну, нет, конечно. Поэтому сегодня, когда мы призываем российских военнослужащих перейти на сторону Украины и влиться вот в эту борьбу, мы имеем дело именно, так сказать, с очевидным рассредоточением добра и зла. Гитлер в Скиреях не был добром. Он не был даже относительным добром по сравнению со сталинским СССР. Он не был меньшим злом. В этом я абсолютно убежден. Все люди, которые говорили, что Гитлер был меньшим злом по сравнению с Сталином, со Сталином также ошибаются, как и те, кто считает, что Сталин был меньшим злом по сравнению с Гитлером. Поэтому переход от одного зла к другому, мне кажется, делает Власова не примером для подражания и не примером для восхищения. В то же время, почему я говорю, что черно-белой нельзя краской вымазать? Потому что этот человек многократно делал, да, с одной стороны, он изначально, вряд ли он был с самого начала оголтелым антикоммунистом. Потому что он участник гражданской войны, он, так сказать, в общем, делал то, что делал, вполне себе, как вполне нормальный советский офицер, который от гражданской войны прошел большой путь и, в том числе, очень успешно воевал первый период войны, в частности, участвовал в обороне Москвы и так далее. И перешел он на сторону Гитлера, не добровольно, а попав в плен. То есть, давайте, точки над и. В то же время, в его деятельности были эпизоды, которые свидетельствуют, что он человек с принципами. В частности, он многократно, он мог спастись, он мог избежать плена. Ему и Франко предоставлял политическое убежище, он отказался, он не захотел бросить своих солдат. Ему, да, и Франко посылал за ним специальный самолет. Ему и, так сказать, американский комендант оккупационной армии предлагал скрыться. То есть, понимая, что его ждет в зоне советской оккупации, он предлагал его тайно вывести. Но, то есть, вывести его вглубь американской оккупационной зоны, тем самым спасти его от казни. Но он отказался. Отказался несколько раз, он трижды отказывался от спасения. Это говорит о нем, как о человеке с какими-то принципами. Еще раз, для меня Власов не какой-то ужасный ища диада, который надо проклинать с утра до вечера и не является каким-то примером для подражания. Поэтому примеры для подражания нам надо искать где-то в другом месте. Максим Невлян. Максим является спонсором нашего канала, за что ему большое спасибо. Игорь, прокомментируйте, пожалуйста, слив Фегина личных данных Марка Солонина, а также его альтернативных выборах, которых все никак нет. Уважаемый Максим, я начну с последнего. То, что я знаю в этом проекте Марка Фегина, я знаю, что он проверяет техническую сторону вопроса. Он пытается, ну, по крайней мере, он об этом говорил у нас с вами на канале, на нашем канале, он говорил об этом и в других местах, что он сейчас всячески пытается тестировать ту систему, благодаря которой он, на базе которой он будет проводить этот опрос, добиваясь максимальной безопасности. Насколько я понимаю, этот процесс не завершен. Последних сведений о том, что там у него происходит, я не имею. И, к сожалению, уважаемый Максим, я не смогу ответить на удовлетворить вашу просьбу и прокомментировать слив данных. Я видел в выдаче рекомендаций на YouTube, я видел вот этот ролик Солонина, где он обвиняет Фегина в том, о чем вы говорите. Ну, я его не смотрел. Просто, ну, вот, времени нет все смотреть. У меня, ну, в общем, короче говоря, не знаю я, как комментировать то, чего я не видел. Наверное, надо смотреть такие вещи, надо быть в курсе, но пока у меня на это время не хватило. Так, большой вопрос, тоже, к сожалению, безымянный. Мы, значит, представим, что свергли упыря силами российских повстанцев. Марк Фегин, Илья Пономарев приехали в Россию. Что делает оппозиция? Будут втирать, видимо, народу. Мы были против насилия над нашими мальчиками. Мы с вами, вы наш народ, или будут стараться прилепиться к победе радикальных лидеров. Я за два года поняла, что КАЦы и Ижи с ними просто хотят власти. Хотят власти в белых перчатках. Не замораться ничем, но быть хорошим для того электората, который сегодня выбирал Путина и Дованкова. Ну, что я могу сказать? Я не думаю, что вот этот сценарий, когда... Более того, я уверен, что если Россия сохранится в том виде, в каком она сохранится, что никто из нас в Россию не вернется. Ни ваш покорный слуга, ни Фегин, ни Илья Пономарев. Я думаю, что этого просто не будет ничего. Поэтому вот та идея, о которой вы говорите, мне кажется, она не реализуется. Никаким образом. А что они себе хотят думать, как они себе представляют мир? Ну, это уже вопрос к ним. С моей точки зрения, вероятность возвращения в Россию, кого-либо из нас, очень невелика, если Россия сохранится в этих границах. Паулина Мария Волкова. В интервью с одним социологом услышала от него, что в России в 2020 году была установлена диктатура. Честно говоря, я не поняла, почему это произошло именно в 2020 году. Значит, как можно было бы охарактеризовать политический режим в России до 2020 года. Я тоже не понимаю, почему в 2020 году. Значит, ну, видимо, имеется в виду, что в 2020 году были проведены изменения в Конституции, которые закрепили действительно особые черты антидемократические в России. Я думаю, что в России после Конституции... Давайте мы определимся с названиями. Дело в том, что после Конституции, которая была принята 12 декабря 1993 года, в России официально на уровне главного закона, на уровне Конституции был установлен авторитарный режим. Это был установлен авторитарный режим. Нельзя было его назвать поначалу диктатурой, но постепенно логика авторитарного режима, она привела... Ну, я имею в виду Конституцию, в которой фактически президент наделялся абсолютной, ничем не ограниченной верховной самодержавной властью. Это классический авторитарный режим. Он не был тоталитарным, в общем-то было достаточно много пространства свободы для человека. С приходом Путина к власти этот режим стал превращаться в тоталитарную диктатуру фашистского типа. С первых дней пребывания Путина у власти пошло сгущение фашистской туманности. В какой момент эта туманность уже сгустилась до такой стадии, что она уже невозможно было не видеть, что это диктатура, думаю, что фактически фашистской диктатурой этот режим можно было называть сразу же после того, как Путин пришел к власти. Да, поначалу многое было в порядке исключения, можно было много чего делать, но тем не менее. Вот сгущение фашистской туманности произошло именно и тоталитарная диктатура начала формироваться в 2000 году, а не 22 года спустя. Извините, не 20 лет спустя. Так что я думаю, что те, кто говорит, что вот это все... Да, дальнейшая концентрация, понимаете, это же не какая-то фашизм, это не какая-то диктатура, это не какая-то всегда равная себе фиксированная сущность. Это меняющаяся, есть степень изгущения диктатуры, есть разные... То есть тот же самый фашизм, он разный. Одно дело Третий рейх, другое дело фашизм Муссолини. Третье это тот же самый Франко или тот же самый Салазар. Это разная концентрация фашистской туманности. Так, вопрос от Марины. Сегодня, с сожалению, узнал о смерти Василия Уткина. Возможно, вы были знакомы лично, какое у вас было мнение о нем? Сказать, что я знаком был с лично, лично, конечно же, не могу, потому что... Ну, что такое лично знаком? Это созваниваться, поздравлять с днем рождения, ходить в гости. Нет, этого ничего не было. Естественно, Василий Уткин знал о моем существовании. Я, естественно, конечно же, знал о его существовании. Мы с ним сталкивались неоднократно. Вот. И на Эхе Москвы, когда я еще имел возможность туда ходить. Вот. И на самых разных тусовках, либеральных и протестных. В частности, так сказать, в протестах 2011-2012 годов Василий Уткин принимал активное участие. А я был тоже одним из организаторов этих протестов. И, конечно же, мы сталкивались. Теперь, ну, оценка, что я могу сказать? Это один из... Ну, говорят, что это самый лучший спортивный журналист России. Я знаю еще несколько раз. Просто футбол наиболее, поскольку круг интересов и тот вид спорта, который комментировал Василий Уткин, он самый популярный футбол. Поэтому вот отсюда... Но то, что это, безусловно, один из самых талантливых, ярких и хороших спортивных комментаторов России, это совершенно точно. Тут вопросов нет. Здесь можно только поддерживать. Что касается его политических, общественных взглядов, то они, безусловно, были достаточно прогрессивными. Он всегда был антипутинским настроенным человеком, он всегда был проукраинским настроенным человеком, он всегда был на правильной стороне. Ну, а то, что у него не было каких-то вот уж очень точно сформулированных политических взглядов, ну, он занимался другим делом, понимаете? Он занимался другим делом. Это светлая, на мой взгляд, светлая личность. Все, что я знаю о нем, говорит о нем, как об очень светлой, талантливой личности. Один из ярких людей, который... Это спортивная журналистика, это очень важный сегмент нашей профессии. И Василий Уткин был в нем, ну, видимо, наверное, лучшим. Наверное, лучше. Так, Наталья. Вчера открыл для себя нового интересного спикера, социолога Сергея Ерофеева. В настоящее время он живет в США, раньше работал в Москве в Уше. Вы, случайно, его не знаете? Я сталкивался с... Нет, лично я никогда с ним не сталкивался, вообще никогда его не видел. В живую, значит, но я сталкивался с его какими-то комментариями. И, ну, мне он представляется интересным. Не углублялся, но интересным. Может быть, даже, может быть, даже и нужно будет поискать возможности с ним поговорить о чем-то публичном. Хороших, понимаете, хороших публичных социологов очень немного. И поэтому терять эту возможность я не хочу, но надо сначала изучить. Так. К сожалению, тоже вопрос без подписи, но важный вопрос, длинный. Вы несколько раз в последних эфирах упомянули Горбачева, заявив, что народы постсовка должны быть ему крайне благодарны за то, что он их не утопил в крови, а мог, что испив немного крови, в нем проснулась человечность и благородство. И он даровал народам свободу. Хотя это не так, конечно, совок разлагался, челюсти уже болтались, а когти затупились. Но это, окей, мое мнение. Да, это ваше мнение. У меня есть твердые доказательства того, что вы не правы. Вопрос, как вы прокомментируете принятый Горбачевым закон 26.04.90, который наделял автономные республики такими же правами, как в союзных республиках, фактически закладывая борьбу за медленного действия. В том числе, результатом чего стали кровопролитные события во многих постсоветских республиках. И второй вопрос. Вы сегодня на стриме заявили, это комментарий к вчерашнему стриму, что несколько сотен тысяч протестующих в Москве остановили КГБ и Горбачева от большой крови. Тогда почему вы, как мантру, постоянно вбиваете в голову своим слушателям, что сколько бы миллионов сегодня не вышло в центр столицы, Путин еще больше миллионов седлаков выведет и всех расстреляет. Но это же не так. Не то, что 3 миллиона в Москве, 1 миллион и режим посыпется. Вы прекрасно это должны понимать. Удивительные страны, для чего категорически убеждаете людей в обратном. Ну, во-первых, я все-таки очень бы рекомендовал не использовать прием соломенное чучело. Не приписывать мне глупости, которые вы потом с удовольствием опровергаете. Вот. Поэтому это так. Просто рекомендация для того, чтобы было нам с вами обоим комфортнее друг с другом разговаривать. Понимаете? Когда вы мне приписываете всякую чушь, а потом это опровергаете, ну, сразу возникает соблазн ответить в вашем за духе. Значит, конкретно, что касается закона, который наделял автономными республиками, такими же правами. Понимаете? Вот скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько народ Татарстана, а это народ, который обладает исторической памятью, который был точно так же оккупирован, захвачен, почему народ Татарстана должен, не должен обладать теми же правами, что и, например, народ Киргизии, Киргизстана. Киргизстана была государственностью народа Киргизстана. Так сложилось в советское время, что статус народа, статус территории Татарстана, он ниже, чем статус территории Киргизстана. И поэтому вот это во многом случайно возникло. Вот точно так же, точно такая же ситуация и во многих других автономных республиках. Вот что автономное, а что союзное, были же периоды, когда те же самые центральные азиатские республики имели статус автономии. А потом приобрелись статус союзных республик. Такое тоже было. Поэтому я не уверен, что, понимаете, я не уверен, что кровь, которая пролилась после распада Советского Союза, в частности, ситуация с Нагорным Карабахом, например, и та кровь, которая пролилась в результате армяно-азербайджанской войны, и ни одной войны, их было несколько, там статус вот этих вот автономных республик был не особенно причем. Вот, поэтому я не думаю, что здесь какая-то особая вина Горбачева. Теперь, что касается, значит, главного вопроса. Ваше убеждение в том, что вы ставите на одну доску, значит, ситуацию в Советском Союзе, который, по вашему же убеждению, был в то время на издыхании. А он был на издыхании прежде всего потому, что политическое руководство Советского Союза не было настроено на массовое уничтожение граждан. В отличие, скажем, от предшественников Михаила Сергеевича Горбачева, которые готовы были уничтожить любое количество, просто любое. И, понимаете, вот вы представляете видимость, то есть вы не видите разницу между Горбачевым и Путиным, да? Если вы ее не видите, уважаемые анонимные коллеги, то вы слепы. Вы просто не понимаете, в чем разница между фашистом и человеком, ну, в общем-то, уже на тот период, на период конца Советского Союза, у которого постепенно формировались представления, так сказать, такого вот социал-демократа, да? А Горбачев именно по представлениям уже начал сдвигаться в эту сторону. Значит, Путин никогда ни при каких обстоятельствах не разрушил бы Берлинскую стену. Путин стал бы стрелять, безусловно. Для удержания собственной власти он стал бы стрелять. И, уверяю вас, у него бы получилось. И в 90-м году, и в 91-м году Путин бы, если бы Путин оказался у власти каким-то чудом в тот момент, то я вас уверяю, что Советский Союз бы сохранился. Я просто знаю изнутри эту ситуацию. Я абсолютно убежден в том, что если бы в 1985 году, значит, Громыко, например, по каким-то своим внутренним причинам не поддержал бы кандидатуру Горбачева, а поддержал бы кандидатуру, например, либо, значит, Романова, либо еще кого-то, значит, то я думаю, что Советский Союз в том или ином варианте мог бы существовать еще долго. Вполне возможно, что и до сегодняшних дней. Я не вижу никаких внутренних причин для того, чтобы это произошло иначе. Значит, что же касается вот самой идеи, что вот выйдет миллион, для того, чтобы миллион вышел, нужна... Понимаете, миллион почему-то не вышел ни в Сталинском ССР, хотя было очень много противников, ни в Брежневском ССР, хотя тоже было много противников. Миллион не вышел в Гитлеровском рейхе. Для того, чтобы миллион вышел, для этого нужна уже сначала какой-то уровень свободы. При Горбачеве этот уровень свободы был. При Горбачеве я издавал газету, в которой карикатуры на Горбачева писались, в которой при Горбачеве, при Советском Союзе, я издавал газету, в которой тогдашний Леонид Радзиховский строчил свои заметки, крайне антигорбачевские, крайне антисоветские и так далее. Это все было можно. При Горбачеве существовали московские новости, за которыми ломились, и в которых были разоблачения советской власти и так далее. То есть это все было можно. Отсюда возникли многосоттысячные демонстрации. При Горбачеве, рядом, недалеко от Кремля, на Манежной площади собирались люди, которые требовали отмены шестой статьи Конституции. И это можно было собрать, можно было организовывать эти сборы, эти митинги протеста. И никто ничего не делал с этими людьми, которые организовывали эти митинги протеста. Но собрать миллион человек в условиях путинского режима невозможно, потому что вас отстреляют на подступах, как только вы попытаетесь это собрать. Непонимание этого свидетельствует о том, что вы просто вообще не понимаете того, как устроены разного типа режим. Поэтому вот это такое представление о том, что раз тогда это было можно, то и сегодня это можно. Это просто непонимание того, как устроены тоталитарные фашистские режимы. И непонимание разницы между Горбачевым и Путиным свидетельствует о том, что вы просто не понимаете того, о чем вы пишете. Так, вопрос задает человек, называющий себя его старейшество. Как вы смотрите на то, чтобы попробовать инициировать серию дебатов с представителями российской оппозиции на тему неэффективного выбора стратегии борьбы с режимом в современных реалиях? В рамках этого формата вы могли бы донести до гораздо более широкой аудитории степень неэффективности последних акций, а также предложить более действенные направления протеста, если не формирование усиления российских добровольческих подразделений, то хотя бы открытые недвусмысленные призывы на международных форумах к поддержке ВСУ западным миром. Если на ваш публичный призыв отзовется хотя бы один имеющий вес политика или блогер, иных взглядов, у вас есть все шансы значительно расширить окно Авертона в российском политическом дискурсе. Наверняка итоги этих дебатов осветят также оппозиционные СМИ. Мне кажется, если есть возможность хоть как-то повлиять на дальнейшие действия оппозиции, то лежит она именно в этом направлении. Уверен, что подписчики канала по вашему призыву помогут донести до того или иного деятеля информацию о том, что вызовет, что его вызывают на дебаты. Уважаемый коллега, сама по себе идея дебатов на тему стратегии и тактики оппозиции мне близка. Я просто знаю, сколь сложно эти дебаты организовывать. Понимаете, это же именная история. Устраивать дебаты с Кацем не знаю, не уверен. Я не уверен, что Кацу это нужно. И бегать за Кацем, приглашая его на дебаты, ну, такое себе. Значит, с кем конкретно? То есть, понимаете, я не уверен, что какие-то очень крупные фигуры, о ком мы говорим? Мы говорим о Михаиле Борисовиче Ходорковском. У меня есть очень сильные сомнения, что он пойдет на дебаты со мной. Очень сильные сомнения. Значит, ну, по разным причинам. То есть, как только мы начнем, понимаете, идея, я же за все хорошее против всего плохого. Но как только мы начинаем от общей идеи, я согласен с вами, но как только мы начинаем отходить от общей идеи и переходить к конкретике, то вот тот самый дьявол, который в подробностях, он начинает над нами хихикать. Вот в чем вопрос. А так я за. Идея хорошая, согласен. Ну, давайте так, давайте, что называется, будем конкретно смотреть. Я боюсь, что реализация этой идеи, она будет не столь не столь оглушить, не сопровождаться оглушительным успехом, о котором вы говорите. Но я готов, готов работать. Тоже не анонимный вопрос. Можете ответить на вопрос, хоть кто-нибудь занимается ликвидацией верхушки РФ. понятия не имею. Я думаю, что многие думают об этом, многие думают об этом, но я думаю, что сегодня политической воли, ну, у тех людей, которые реально могут этим заниматься, политической воли на это нет. Я несколько раз уже обсуждал этот вопрос, поэтому не буду время терять, но я думаю, что политическая воля на это решение отсутствует. Во-первых, это все-таки очень трудоемкая история, и сложная история. Во-вторых, я думаю, что непредсказуемость последствий, она очень многих отталкивает от реализации вот этой действительно, в общем, идеи, которая имеет право на существование, потому что, ну, в данном случае мы имеем дело с террористом номер один, и почему, если террориста номер один предыдущего, у самого Бан-Ладена ликвидировали, почему нельзя это сделать с террористом номер один сегодняшним. Я считаю, что можно и нужно, но, опять-таки, все упирается в технику дела и в последствия. Страх перед последствиями, опасения, законные опасения перед последствиями, малопредсказуемые, я думаю, что ставит изначально крест на этой идее. Дорогие друзья, мы на этом завершаем. Я знаю, что я не на все вопросы ответил, просто тут уже поджимает следующее включение. Прежде чем проститься, я хотел бы еще раз напомнить, что в 22.30 у нас на нашем канале будет Геннадий Гудков. Поэтому продолжаем следить за тем, что у нас происходит. Спасибо тем, кто с нами был, со мной был все это время. Слава Украине и берегите пожалуйста себя. Спасибо.